Стартовала общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». Мероприятия, посвященные окружающей среде, продлятся в Хабаровском крае почти 4 месяца. За это время проведут более 60 акций, конкурсов и фестивалей. Акции в поддержку экологии, которые продлятся несколько месяцев, поделили на 6 направлений. Среди них экологическое образование, сохранность чистоты Амура, субботники и другое. Одним из таких крупных мероприятий будут субботники, которые проходят ежегодно. Будут они и в этом году, и во всех муниципальных образованиях, в Хабаровске в том числе. И стартуют они в этом году, 23-24 апреля. В этом году перечень мероприятий составляли, исходя из пожеланий районов Хабаровского края. Например, жители Нанайского района предложили наблюдать за перелетными птицами. В Комсомольске-на-Амуре при рождении ребенка семьи будут высаживать деревья. А в Анинском планируют собирать крышки от пластиковых бутылок. Активными участниками акции станут и сотрудники краевых и федеральных заповедников. И у нас проблема как елочки сохранить, как первоцветы сохранить, как не допустить пожаров, как сохранить тигров наших краснокнижных, других зверей в том числе и так далее. Поэтому наши инспектора, а у нас 73 инспектора по всем нашим территориям, нашим федеральным, каждый день, почти каждый час пытаются сохранить в таком первозданном виде. О том, что такие акции проходят не напрасно, говорят факты. Численность дальневосточного аиста выросла в два раза за последние 20 лет. В нашем регионе есть охраняемые территории, на которых проживают уникальные виды бабочек и другие представители флоры и фауны. Юлия Сидельникова, Степан Крокус, Смотри Хабаровск. Между прочим, 2021 в нашем регионе объявлен годом водноболотных угодий в бассейне Амура. Находясь на стыке воды и суши, они обладают высочайшим уровнем биологического разнообразия. Здесь обитает до 40% видов животных и растений, существующих на планете.